как рисовать нос как нарисовать нос поэтапно привет я дарья поздняк и давайте начнем я сделал легкий наброс и карандашом 1 первое положение я нарисовал очень условно и сейчас на нем я вам расскажу как будет ложиться тон на наш нос значит смотрите свет у нас опять будет вот отсюда слева сверху и на этот нос и на этот и мы начнем заливать форма носа не важно какой форма нос все равно он представляет из себя вот такую трапециевидную форму я вам обвожу чтобы было лучше видно потому что карандаш обычно плохо читается вот так смотрите если свет падает отсюда на нашу про трапецию значит вот эта площадка будет светлой эта площадка будет темный и эта площадка будет темный но так как свет обычно падает как бы еще и сверху не просто слева слева сверху то вот эта площадка нижняя она будет как бы потемнее чем вот это я опять рисую гризалию замочила краску чтобы она лучше отдавал пигмент очень важно понимать эту форму как ложится на ньютон все остальное это уже как бы мелочи мы не можем отказаться от этой формы вот так и что касается мест под бровями вот здесь тоже будет тень соответственно потому что потому что свет падает отсюда он освещает вот это место а вот это уходит в тень и это место тоже будет в тени не так сильно как здесь но будет в тени потому что свет идет сверху а эта площадка она как бы нависает над глазом бровь и поэтому тень образуется под бровью от того что бровь выступает там будет тень не очень сильная но она будет и это теневое место еще очень хорошо выделяет нам вот эту вот площадке вот эти то есть нам для чего вообще нужно еще тени для того чтобы они выделили нам свет поэтому вот это тоже не забывайте и так стилизованный нос мы нарисовали смотрите у меня вот эти оси вот ось основания носа ось бровей вот под таким наклоном идут ты не случайно такой референс соответственно все оси идут под этим наклоном вот эту я поправила съехал немножко так и теперь разберем более конкретный носик здесь уже площадки давайте я вам его тоже обведу потому что карандаш плохо читается сначала я вам его обведу потом начну заливать площадки обваживаю только для того чтобы вам было лучше видно на самом деле это делать конечно не нужно и мы рисуем сейчас с вами очень конструктивный нос разбитый на площадке специально потому что поняв конструктивную форму можно уже дальше рисовать плавные линии красивые формы мягкие но не понимая конструктивную обрубовочную форму вы никогда хороший нос не нарисуйте вообще любую фигуру любую часть лица если не понимать как это устроено я очень сильно огрубила сделала грубую форму но чтобы было хорошо понятно чтобы хорошо вам было понятно какая форма куда какая линия куда идет и так смотрите у нас есть боковая часть носа вот она вот мы и заливали давайте мы ее зальем начнем с больших мы ее зальем сразу же ноздрю пока не толку чтобы линии не слились потому что я работаю акварелью да я как в прошлом видео где рисовал глаз я после того как сделал карандашный набросок я смочил лист акварельной бумаги сзади а потом смочила когда перевернула его смочила у него края чтобы он распрямился и прилип поэтому у меня сейчас влажная бумага внутри у нее много влаги и так смотрите мы залили боковую поверхность носа дальше смотрите у нас есть нижняя поверхность носа вот этот вот вот эта форма вот она я не буду заливать ее всю потому что у меня сейчас влажный потечет и сольются все грани давайте я залью несколько вот так и и залью например вот эти площадки это внутри носа находится это в тени там всегда падать тень собственно из этих мест и образуются наши ноздри которые мы видим как дырочку и когда мы их рисуем как дырочку вот такую вот сейчас так то есть когда вы нос рисуете вот так акцентируйте на этих дырочках такой прям формы всегда будет выглядеть плохо очень недостоверно потому что это у нас просто уходящие внутрь кусочки от строения носа они образуют тень поэтому лучше прорисовывать ноздри вот таким образом сейчас это все высохнет я закончу и вы поймете тему систему пока сохнет я вам расскажу смотрите вот эти оси так же как и здесь у меня все под наклоном все в одной системе ну средние тут немножко мне не попали потому что кисточкой широкой делаю но суть такая что вот они все пошли и вот это основание носа вот эта средняя часть оно всегда выше чем края крыльев носа видите разницу у меня здесь миллиметра три четыре это очень важно они действительно на разной высоте находятся сейчас я феном подсушу эту минутку и вернусь так я подсушила немножко вот здесь нос и теперь нам нужно залить дальше вся вот эта нижняя площадка должна быть у нас в тени я не буду здесь заливать очень темно потому что все равно сольется но какой-то тон я положу так вот эта площадка у нас световая осталась видите как вот здесь вот эта площадка боковая в тени и нижняя площадка вся в тени вот эта ноздрика она по идее свет у нее попадает только вот здесь сверху а боковая ее часть вот это а боковая ее часть вот это тоже в тени боковая ее часть в тени здесь на ноздрику попадает немножко света так в принципе все давайте нарисуем теперь еще один нос начну сразу заливать какой-то у меня лист поврежденный там когда глаз рисовала были повреждения бумаги на краю брак здесь тоже так смотрите вот эту нижнюю часть я закрываю тоном в принципе вот эту часть должны формировать тень от лица которая которая вот здесь будет и когда вы будете класть вот здесь тон он вам сформирует вот этот стык и проявит вот эту светлую площадку то есть когда мы кладем тон здесь свет проявляется чуть-чуть в линии касания можно усилить так здесь пойдет наверх так там глаз я не буду прорисовывать это тоже будет теневая пошла здесь сейчас сохнет у меня вот это тоже все будет в тени и и и у нас осталось буквально пара моментов чтобы закончить так помните я говорила что внутри ноздри вот овальчиками мы не рисуем смотрите какая форма уходит внутрь вот это один кусочек и вот здесь тоже это как бы боковые стенки ноздри ноздри туда уходит вот по такой линии туда уходят они и это тоже и там внутри они получаются теневыми потому что свет падает сверху значит там тень во-первых потому что это все находится внутри носа и эти тенюшки нам образуют эту ноздрю сейчас покажу как можно вот с этой стороны вот смотрите здесь она вот так и образуется как бы почти типа овальчик но если вы рисуете все таки исходя из вот этого принципа ноздри будут лучше выглядеть более правильным и вот здесь смотрите два кусочка образовались чтобы они не были такими дробными мы просто их объединяем по форме как бы вот этой передачи как у вас уже мазнется кисточкой вот но по сути как бы вот так сейчас что наверное немножечко еще капельку усилил вот эта нижняя площадка она должна немного темнее чем боковая будет обрубовочной формы все таки раз мы все таки тут обрубовку рисуем так здесь у меня будет как бы переход вот вот эта площадочка это как бы вот боковая часть но так как свет падает сверху она тоже получается у нас уходит в тень вот вот немножко у меня тут все обобщилось объединилось может быть даже слишком сильно чем хотелось бы но я вам должна показать утрированный вариант утрированный вариант чтобы вы запомнили как по этим площадкам распределяется цветотень так и ноздри а вот ноздри вот здесь у нас рефлекс вот этот кусочек ноздри он на свету вот он и он два симметрия Ну что, можно акценты попробовать поставить тёмные, если не потечёт. Сухую беру краску, сухую и тёмную, потому что у меня тут очень обобщилось. Вот так. Вот здесь тоже как бы всё пойдёт в тень. Вот здесь тоже уже пойдёт тон лица, то есть здесь не будет белой бумаги. Но я сейчас не буду, потому что у меня тут мокро всё и потечёт. На этом всё. Нос мы разобрали. А с вами была Дарья Позняк. И до новых встреч!